А сейчас новости спорта. Футбол это самый популярный и массовый вид спорта в Краснодарском крае, так и во всей стране. Представители разных профессий после напряженных трудовых будней надевают форму своей команды и выходят на футбольное поле, чтобы побороться за победу. И когда эта победа приходит, ничто не может сравниться с этим чувством радости от успешно проведенной игры. На футбольном поле спортивной школы «Виктория» созданы все условия для проведения спортивных состязаний, и потому команды с удовольствием здесь играют. Финальные соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу прошли именно здесь. В полуфинальном матче команда «Нива» Славянского района встретилась с командой «Кубань-Холдинг-2» Павловского района. Соперник у славянцев был весьма серьезным, и преодолеть его сопротивление было нелегко. И все же славянцы смогли победить в полуфинале со счетом 1-0 и выйти в финал, где встретились с командой «Агрокомплекс» Василковского района. Финальный матч между «Нивой» и «Агрокомплексом» состоялся в воскресенье под проливным дождем. В сложных погодных условиях главную роль играли выносливости сила воли, и для того, чтобы выполнить любую комбинацию, нужно было прилагать тройные усилия. В начале матча удача улыбнулась футболистам «Агрокомплекса». Его бомбардир забил гол в ворота «Нивы». Затем выселковцы ушли в оборону, совершая редкие контратаки. И все усилия славянцев в атаке не принесли результата. В итоге матч завершился со счетом 1-0 в пользу «Агрокомплекса». Конечно, им было трудно сдержать переполнявшие их радостные чувства. Я знал, что по такой погоде один гол все решит. Если одна команда забьет, сравнять будет очень тяжело. Практически никакой комбинационной игры. Чисто так, на валы, бей-беги. Нам немного больше повезло сегодня. А так, хороший соперник «Нива». Очень понравились. Очень рад. Впервые в истории выселки выиграли Кубок губернатора. Славянцы стали серебряными призерами Кубка губернатора первенства Краснодарского края по футболу. Результат очень достойный. Во время турнира футболисты приобрели бесценный опыт, который поможет им в будущем. Да, на зубах выходили в финал, но хотелось большего. Ну, что есть, то есть. Это все наше. Будем дальше готовиться, стремиться еще на следующий год выиграть чемпионат. А пока будем отдыхать. На церемонии награждения футболистов поздравил и пожелал им всего наилучшего депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Председатель Краснодарской краевой федерации футбола Иван Перонко поблагодарил победителей и призеров Кубка губернатора за верность игре номер один. Спасибо всем вам. Мы еще раз говорим, что футбол жив, жив и будущий. Благодаря прежде всего вам, сегодня 8 в слое, и маль за третью, и финал. Все вы достойны быть победителями. Да, футбол был и остается самой любимой игрой для многих людей. И эта игра приносит всем только радость. Финал, основные игры прошли в Краснодарском районе. Мы получили массу впечатлений. Мы порадовались за вас. Несмотря на погоду, несмотря на пандемию, которая была сказана, мы увидели прекрасный футбол. Я хочу сказать спасибо всем. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил спортсменов за праздник футбола и вручил призы лучшим игрокам первенства – вратарю, нападающему, защитнику, полузащитнику, тренеру. Очень было тяжело идти к этой победе. Мы уже не первый год играем. У нас костяк как бы сохранился четвертый год уже. В группе было полегче, чем в стыках. В одной четвертой омега нам непростая попалась команда. Мы прошли, выиграли там у них дома и выиграли у себя. Выйдя в финал четырех, мы надеялись выйти в финал, но никак надеялись выиграть его. Но получилось, в момент свой забили. Кубки, медали, золотые, серебряные и бронзовые были в торжественной обстановке вручены победителям и призерам. В этом спорте все решает игра. Как очень точно сказал председатель Краснодарской краевой федерации футбола, футбол жил, жив и будет жить. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».